В том, что в финал турнира выйдут мотоболисты Металлурга, не сомневался никто. Открытым оставался вопрос, кто составит им конкуренцию. По расположению в турнирной таблице чемпионата России многие ставили на Ставропольцев. Именно они вели борьбу за золото российского чемпионата. Но при травмированном лидере команды они уступили место в финале представителям Краснодарского края, команде из станицы Кирпильская. Ну конечно радует Кирпили вообще в этом году. Молодцы, ребята молодые, прогрессируют вообще без вопросов. Это самая сейчас такая команда перспективная на будущее. К финалу к видновским спортсменам присоединился Геннадий Мыц. Весь сезон он отыграл как раз за представителей Краснодарского края. Вернулся в родной любимый клуб, за ребятами соскучился. Конечно в родной команде играть одно удовольствие с такими партнерами. И партнера не подвели. Металлург показал отличную командную игру. Получались все наработанные комбинации. Отдавались точные пассы. Голы забивали все игроки основы. В конце сезона команда вышла на пик своей формы на 100% реализованности в игре. Я думаю можно еще один чемпионат провести так как Россия, так и Европа. Мы готовы на 100% в конце сезона. Если наши мотоболисты готовы к концу сезона свернуть горы, то их противники наоборот вымотались. Осталось, сказалось, конечно. Мы же сезон закончили. То есть уже вроде бы как в голове отдых, а тут турнир. Вроде нормально, нормально сыграли. Конечно соперник серьезный, металлург. Но мы сражались как могли. Как могли это 9-2. С таким счетом закончился финал. Игры этого домашнего турнира запомнятся любителям мотобола надолго. Она такая мужественная, задорная техника, во-первых. И футбол, это все как бы взаимосвязано. Это вид спорта такой. Тоже смотришь, кажется прям даже страшно, вот как они играют на самом деле. Такая скорость. Ну, чтобы так же продолжали. К сожалению, продолжить теперь мотоболисты смогут только в следующем году. Спортивный сезон закончен. Можно подводить итоги. На подъеме сейчас ребята, молодцы. А Иван Крештопа, это просто выше всяких попал. Он в этом году провел турнир. Это год Ивана Крештопа. По итогам турнира Иван Крештопа был премирован как лучший игрок команды. Отметили и лучших игроков команд соперниц. Кстати, для информации, третье место в турнире у сборной Ставропольского края и четвертое у белорусов. Последнее фото на память. Металлург в этом году молодец. Они завоевали все золото из возможного. Мы прощаемся с вами до следующего года. Будем ждать с нетерпением. Елена Бабина, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.